всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня готовлю испанскую классику фидеуа наверняка все вы слышали про испанскую паэлью все знают что это блюдо из риса с чем-то но немногие в курсе что испанцы по похожему принципу готовят относительно похожие на паэлью блюда из мелких макарон они собственно и называются фидеус во множественном числе вот как разновидности паэльи величайшее множество не меньше тысячи наверно только самых распространенных вариантов так и фидеуа тоже может готовиться с очень разнообразным набором продуктов это может быть фидеуа с морепродуктами фидеуа с птицей фидеуа с кроликом я сегодня приготовлю в алисийскую классику фидеуа до секрета иберику иберика в данном случае означает что я воспользуюсь мясом иберийской свиньи иберийской породы а секрет это соответствующая часть туши это плоская широкая мышца которая лежит на грудной клетке туши свиньи чуть-чуть от от передней ноги в сторону задницы так скажем вот такая она небольшая достаточно широкая по толщине редко бывает там больше двух трех сантиметров но есть не особенность она вся пронизана жировыми прослойками это по сути мраморное мясо а в случае с иберийской породой таких прожилок очень много кстати если секрет от обычной белой свиньи в наших краях я обычно покупаю по 9 там по 11 евро за килограмм тот за иберийскую цена сами видите 21 10 за килограмм но и вкус иберийской значительно отличается в лучшую сторону почему хватит болтать давайте приступим одним из важнейших ингредиентов валенсийской поэлии и валенсийской фидуа является специальная паста сальмаретто называют ее для приготовления нужен вот такой перец называется ньора множество начало нее раз если будете в отпуске в испании продается в любом супермаркете в отделе с пряностями это такой сладкий ароматный перец некоторые натяжка его можно заменить наверно подкопченной паприкой он у нее чем-то похож но это конечно не подкопченная паприка в чистом виде кроме того понадобится чеснок кучка долек я его нарубил довольно крупно мелко не стал мельчить что в масле быстро не сгорел кроме того понадобится оливковое масло экстра вежен такой ароматная с горчинкой и зелень петрушки сразу нарублю для удобства вот так так все а и протертые томаты консервированные готовится паста быстро хранится довольно долго у меня как-то месяц в холодильнике стояла и ничего с ней не случилось продолжим на плите масло в кастрюльку и сюда же перец и раз главное не сжечь он сухой перегревается моментально я ориентируюсь по запаху где-то через 30-40 секунд он становится достаточно сильным значит пора забрасывать чеснок чеснок то относительно холодный сразу чуть понизится температура масла вот как только пойдет запах жареного чеснока значит пора добавлять протертые томаты вот так теперь провариваем минут пять-десять время в данном случае зависит от самого перца бывает очень пересушенный соответственно ему побольше нужно времени дать чтобы он успел разойтись в масле в томатах и отдать свои ароматы а бывает достаточно какой-то сыроватый но недосужный так скажем ему и 3-4-5 минут края достаточно так отлично добавляю петрушку и сразу же выключаю огонь перемешать и пробить блендером до однородности это готово вот эта ароматная паста используется в 80 процентов случаев валенсийской паэльи валенсия это родина паэльи в осадшихся 20 процентах используют пищевой краситель но туристам ресторана конечно рассказывает что они используют шафран пойдем надо нарезать сладкий перец часть такими длинными полосками это для украшения ну остальное мелким кубиком это для вкуса чтобы он равномерно по всей сковороде распространился мясо нарезать кусочками на один укус все-таки красивое оно безумно не устаю удивляться все начинаем процесс очень важный момент и паэльи и фидо должны готовиться на очень большой сковороде на сковороде большой площади посмотрите классическая это на 4 на 6 человек делается для того чтобы во время готовки все ваши продукты были распределены как можно по большей площади размазаны буквально тонким слоем чтобы при этом чтобы при этом поверхность испарения было как можно больше чтобы быстрее испарялась лишняя влага лишняя вода тогда она испарится быстро и все вкусы аромата сконцентрируются и впитается в рис случае в паэль а в макароны в случае с фидео если то же самое количество бульона влить в то же самое количество макарон в кастрюле ну или в то же самое количество риса в кастрюле то к моменту окончания выпаривания они расползутся в кашу а если налить меньше количество бульона то вкус будет не такой яркий не такой сконцентрированный я сейчас подумал возможно если сначала долго выпаривать бульон чтобы сконцентрировать его и только потом использовать фидео, ну и овощи, понятно, почти всем придется обжаривать, то, возможно, что-то и получится приготовить в кастрюле. Но геморрой, конечно, тот еще будет. Масло сюда, сразу крупные соли и ломтики перца. Его надо подпечь, чтобы аромат обжаривания появился, но сам он еще оставался сыроватым. Напоминаю, что эти кусочки для украшения будут добавляться почти в самом конце и довариваться в бульоне. Отлично! Еще сегодня в паэлье я буду использовать артишоки. Можно использовать и свежие, но, во-первых, не сезон, а во-вторых, не было возиться с их очисткой, поэтому купил консервированные и добавлю их тоже в самом конце. Перец пора вынимать. Пусть полежит в сторонке до самого окончания готовки. А теперь мясо. Его надо обжаривать на сильном огне, до румяной корочки. И не надо торопиться перемешивать. Сначала даю прижариться с одной стороны. Мясо холодное, сковорода относительно тонкое. Если сразу начать перемешивать, то корочка, не успевая появиться, мы мясо уже другой стороной на огонь переворачиваем. С той стороны начинает нагреваться, мы опять переворачиваем. В результате теплота равномерно со всех сторон проникает внутрь мяса, от чего весные белки сжимаются и выдавливают сок, а корочка все так и не появляется. Короче, мясо сок теряет стремительно, он выкипает. А вот если не вертеть постоянно мясо, дать сначала с одной стороны прижариться на сильном огне и только потом перевернуть, то теплота не успевает внутрь проникнуть глубоко и мясо теряет сок значительно меньше. Конечно, эта метода подходит только для тех случаев, когда нам надо поджаристую корочку получить, а готовность куска мяса в целом на данном этапе не волнует. Не волнует, потому что до готовности оно будет доходить потом при варке, отдавая, кстати говоря, в бульон все свои вот эти вот ароматы поджаренной корочки и вкус и запах, короче. Сейчас можно уже и перец добавить. Собственно, весь принцип блюд такого типа, я сейчас про Паэлью и про Фидеова, это сварить предварительно обжаренные продукты, вытянув из них вкус и ароматы поджаренности вот в бульон и дав затем возможность этому бульону впитаться в рис, ну или в макароны в случае с Фидеова. Причем львиная часть воды из этого бульона должна испариться и только концентраты всех вкусов впитаться уже в блюда. Не надо думать, что кто-то изобретал специально такое блюдо. Да нет, конечно. Просто когда-то в незапамятные времена тысячи, десятки тысяч человек готовили что-то похожее этому блюду. Кто-то готовил так себе, прям скажем, кто-то вкусно, кто-то очень вкусно. И вот я предполагаю, что тот, кто готовил очень вкусно, подумал так, а что бы на этом денег не заработать. Ну и открыл трактирчик. Он готовил, кто-то еще открывал трактиры. Там, где готовилось невкусно, трактиры разорялись. Те, которые готовились вкусно, наоборот, поднимались на этой волне. Дети этого человека тоже готовили, находили тоже какие-то свои фишечки в готовке такого блюда. Кстати, пора уже сальмары-то добавлять. Так вот, эти дети потом стали хозяевами трактира. Трактиры с хреновыми паэлями, как я сказал, уже рано или поздно разорились, а со вкусными остались. И в результате такого естественного отбора к нашему времени появились кулинарные книги, описывающие такие технологии, такие приемы готовки, в результате которых получается очень вкусное блюдо. Пора уже и макарошки сюда. Сухие, мелкие. Их надо обжарить вместе со всем вот этим вот чудом в течение где-то 1-2 минут. Конечно же, и сегодня в нашем регионе есть тысячи ресторанов с поели из видового, который в рот не возьмешь. Готовят там чаще всего просто на отвали. Но есть, конечно, места, где готовят ум мрачительно вкусно. А вообще у нас район туристический, курортный, поэтому есть огромное количество ресторанов, которых за качеством не следят, потому что турист сожрет все. И в погоне за наживой, так сказать, они зачастую вообще в своих ресторанах вот этих вот не готовят. Покупают полуфабригаты, готовые в магазинах специальных для рестораторов. У нас вот пуга такая сетевая. В ресторане, на кухне просто микроволновки разогревают, ну или в лучшем случае, там, в случае с картофелем во фритюре, там, прочее, просто бросают эти заготовки во фритюр и подают. Конечно, такие рестораны на зиму закрываются, потому что местные в них эту отраву есть не ходят. Пора уже бульон добавить. Это у меня, кстати, такой насыщенный бульон из запеченных куриных островов и овощей. То есть я все вместе забрасываю на противень, подпекаю при высокой температуре до зарумянивания и потом отвариваю. Поэтому такой мутный получается. Сейчас 10-12 минут при среднем кипении и можно выключать. Кстати, пора добавить артишоки, а не с такой кислинкой. Мне, например, очень нравится, а вот моим юным операторам не очень. Так что, если вам тоже не нравятся артишоки, можно не добавлять. Смотрите, бульон уже частично впитался, пора положить перец. Это тот самый, что в самом начале для украшения заготавливал. Он сейчас дойдет, но останется тоже слегка-слегка сыроватым, то есть он такой будет не расползшийся. Собственно, на этом все. Что касательно времени, значит, через 10-12 минут после добавления бульона я выключаю нагрев, оставляю настояться это блюдо 3-5 минут и можно садиться за стол. Субтитры сделал DimaTorzok Долгожданный момент. Начну я, конечно, с кусочка иберийской свининки. Слушайте, обалденная. У нее хрустящая корочка. Она сочная внутри, потому что она жирная. Она очень ароматная. И она классная, потому что варилась в бульоне. Это чудо какое-то. Очень мне нравится такая штука. Так, теперь артишок. Знаете, вот эти артишоки маринованные, они с такой легкой кислинкой и добавляют яркость этому блюду. Если вы не будете использовать артишоки в своей фидео, подкиските чем-нибудь, немножко лимонного сока добавьте. Вот что-то такое. Будет хорошо. Ммм. Мне очень нравится. Классная. Классная. Слушайте, это такое простецкое, я бы сказала, крестьянское блюдо. Готовьте его и наслаждайтесь. Вместо такой вот жирной, классной свинины можно использовать в таком блюде, наверное, грудинку или жирные свиные ребрышки. Тоже будет очень хорошо. Единственное, что свиным ребрышкам, жирным, нужно будет немножко побольше времени дать, чтобы они приготовились. Ну, в принципе, справитесь, я думаю. Или грудинку. Грудинку, нежирную грудинку, чтобы мяса было побольше, а жирка поменьше. Тоже будет очень классно. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока. Учить есть хочется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!